Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые наши абитуриенты. Сегодня наше ток-шоу посвящено теме «Трудоустройство за рубежом». В нашей студии выпускник факультета информационных технологий направления подготовки информатика, вычислительная техника Егоров Евгений Накетевич. Евгений. Здравствуйте, очень приятно всех видеть. Вы такой общительный, у Вас есть опыт преподавания, дипломы, награды за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о Вашей деятельности. Моей деятельности, ну, значит, я сам из Санкт-Петербурга, мне сейчас 25 лет. Сначала я закончил университет в Санкт-Петербурге, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова, это морской такой вуз, по направлению прикладная математика и информатика. Вот. Там закончил бакалавриат. После чего решил, как бы, пойти дальше, учиться, и решил в итоге продолжить свой путь в ОГСУ, то есть в нашем университете, вот, и поехал в Москву, и успешно поступил в ОГСУ на заочное обучение. Я знаю, что Вы не просто поступили, и Вы прекрасно защитились, и каким образом тема Вашей выпускной квалификационной работы и Ваш бизнес связаны между собой? Ну, связаны напрямую. Я писал выпускную работу по своему бизнесу. У меня в Санкт-Петербурге есть бизнес, собственно, по нему я писал свою выпускную квалификационную работу. Что касается самого бизнеса, это бизнес оказывает услуги прачечных в Петербурге, и выпускная работа была посвящена тому, что я с помощью определенной технологии создал сайт для оказания услуг своей организации с возможностью удаленной оплаты услуг и многими другими функциями. И, собственно, в этом заключалась тема моей выпускной квалификационной работы. Трудоустройство за рубежом. Каким образом Вы могли получить тепло в лучший учитель года в Китае, в провинции, если не ошибаюсь, Цзянсу? Да, Цзянсу эта провинция называется. Ну, никаким образом. Это какой-то такой странный вопрос. Ну, стоит начать с того, как я там оказался вообще, в Китае, то есть за рубежом. Вот. Поскольку я, еще раз говорю, что я поступил на заочное отделение в РГСУ на учебу, у меня было свободное время. То есть каждые полгода мне нужно было прилетать на сессию и сдавать экзамены. А все остальное время так получилось, что в конце 2018 года я переехал в Китай по работе. Вот. И там работал в частной школе учителем английского языка для китайского населения. Вот. И, ну, спустя, как бы, я менял там тоже разные места работы. И в 2019 году в той школе, в которой я работал, она называется сеть школ Mateo Education в городе Чанчжоу, Китай, провинции Цзянсу. Ну, это город небольшой, он находится рядом с Шанхаем, он примерно в 30-40 минутах езды от города Шанхая на скоростном поезде. Ну, вот. И там каждый год проводятся соревнования, если их так можно назвать, среди иностранных учителей, которые все находятся в сети этих школ. Вот. Ну, что они из себя представляют? Это, значит, если ты учитель, то ты должен, как бы, показать свои skills, свои, как бы, навыки. Вот. Соответственно, у каждого учителя свои методики, свои подходы. И нужно было себя проявить. Вот. В чем это заключалось? Это, то есть, есть сцена определенная там, и тебе дается ограниченное количество времени, допустим, 10 минут. Вот. И ты должен показать, как ты, например, будешь учить маленьких детей. Вот. Что касается обучения маленьких детей там, там используются либо карточки, либо какие-то материалы, музыка. И на проекторе там это все выводится тоже. Ну, как и у нас, в принципе, тоже это реализуется в учебных процессах. Именно за такую методику вы получили вот диплом. Вот. Сейчас я уже заканчиваю, да, чтобы это не растягивать историю. Вот. Собственно, было 12 человек принимало участие со всех сетей там. Именно этой сети, с разных городов даже. Вот. В Китае именно эта сеть находится. Вот. И я там выступал. И, ну, да, получилось, что я выиграл там, как бы, ну, стал лучшим учителем 2019 года в номинации Best Teaching Procedure или Best Teaching Procedure, как кому угодно. Это называется лучшая методика обучения. Ну, в переводе на русский язык с английского. Вот. Собственно, я вам ответил на ваш вопрос, как я получил эту награду. Вот. Собственно, вот так. Но у нас еще есть вопросы. Скажите, пожалуйста, какие компетенции на ваш взгляд важнее? Знание языка или же все-таки профессиональное знание дисциплины? Вот такой вопрос из зала. Знание языка или профессиональное знание дисциплины? Ну, на мой взгляд, что вы такое подразумеваете под знанием дисциплины? Ну, например, знание математики, физики, хоть науки. Ну, в плане знания какой-то науки или знания языка? Ну, вот наверняка при трудоустройстве вы предлагали, как бы, свои навыки. Вы говорили о том, что что первично. Вот я знаю физику хорошо, а уж на английском или китайском я как-нибудь его читаю. Или первично знание языка, а знание дисциплины не так много. Ну, видите, дело в том, что поскольку моя работа была напрямую связана со знанием языка, ну, и в том числе она, как бы, включала больше человеческие всякие факторы, что это работа с детьми, и ты должен там быть для них, как бы, и аниматором, развлекать их. И там это играет огромную составляющую. Но что касается трудоустройства вообще за рубежом, в любом случае это язык. То есть, будучи, не зная хорошо языка, не владея им в совершенстве, вот, или хотя бы на каком-то минимальном уровне, так скажем, очень сложно трудоустроиться за рубежом, причем неважно, как бы, в легальной, как бы, какой-то сфере или нелегальной. Это в любом случае очень важно, если ты не знаешь языка, а язык это наш, как бы, основной инструмент коммуникации между людьми, то это очень, как бы, будет сложно и проблематичнее намного этого, как бы, всего достигнуть. Вот, поэтому, если отвечать на ваш вопрос конкретнее, то тогда я отвечу, что, конечно, первично стоит знание языка. То есть, если владеете языком, то дальше открывается больше вам сразу сфер, и вы можете не обязательно, допустим, как я, быть учителем, а можете пойти и по специальности, а можете пойти и в любое направление, которое вам больше по душе, если вы амбициозны и стремитесь добиться своих целей или получить желаемую работу. Евгений, расскажите, пожалуйста, в начале диалога вы сказали, что у вас есть сайт свой собственный. Вы его сами писали? И если да, то, может быть, расскажете, на каких языках программирования вы его писали или на каком движке? Хотелось бы подробнее узнать. Да, сайт у меня есть, сайт мой собственный, сайт создавал сам я и делал. Что касается кода, я его не писал руками именно, поскольку сейчас существуют другие методы, более простые по конструированию сайтов. Сайт создан на движке. Ну, собственно, то, что говорили до этого, тема моего диплома была по созданию сайта в целом. Вот, сайт создан на движке CMS WordPress. Это CMS, это расшифровывается как Content Management System или Система управления содержимым. И WordPress – это вот сама технология, то есть сам движок. Вот, ну, собственно, на этом движке создан сайт. Да, вот мой ответ на ваш вопрос. У меня, на самом деле, возникло очень много к вам вопросов. В самом начале я заметила, что вы очень разносторонний человек, судя по вашему жизненному пути, так сказать, и бизнес, и ваше образование, и сейчас тем делом, которым вы занимаетесь, никак не связаны. Вот, и следующий вопрос. Это из-за таких разнообразных интересов у вас, или вот как вы изначально знали, чем вы будете заниматься? Ну, конечно, изначально я ничего не знаю, и никто из нас, я думаю, изначально ничего не знает. Вот, как бы, нас окружает очень большое количество обстоятельств, и мы, как бы, являемся их заложниками, но в том же числе, когда мы работаем над собой, саморазвиваемся, у нас появляются вдруг инструменты, так скажем, моральные, физические в том числе, амбиции для того, чтобы чего-то добиваться. Вот, ну, и впоследствии, как бы, в период своего взросления я начал понимать, что больше мое, или что не мое, и стараться развиваться в направлениях, которые, на мой взгляд, даже там в данный момент, мне более, как бы, соответствуют. Вот, поэтому ничего изначально я не знал, вот, и сейчас, ну, я считаю, что я двигаюсь в правильном направлении, как бы, осознанно, а дальше жизнь уже покажет, как бы, были ли мои прошлые решения правильными или нет, но это не так важно, потому что, в любом случае, это опыт, как мы все знаем, и в будущем это только позволит мне, как бы, более мудрым подходом идти дальше и выбирать новые интересы, сферы, и, да, я разносторонний, вы правильно подметили, и поэтому, ну, как бы, меня разные интересуют сферы вообще, и я такой человек, который может переключиться, как бы, с абсолютно разных вообще вещей, направлений, и в другие даже направления, вот. А у меня такой вот вопрос, скажите, вот, все-таки для трудоустройства, вот, перспективного такого за рубежом, достаточно знать одного языка, как у вас может быть он в свободное владение английским, или вы уже ехали в Китай, зная язык китайский, как вы на нем легко разговариваете, может быть, это наречие какое-то, вы могли вообще послушать вот ваш китайский язык, как вы? Ну, по формулировке вашего вопроса, опять же, я ехал, зная только английский и китайский, если только, там, на каком-то самом минимальном уровне, там, счета некоторых букв, ну, как бы, в Китае там иероглифы, и они, чтобы Европа, так сказать, западные страны и европоговорящие люди, и в том числе русскоговорящие, чтобы как-то понимали и ориентировались к китайскому языке, для этого создан пенинь, это, собственно, перевод иероглифов на, как бы, на английские символы, на латынь, грубо говоря. А можно, как это звучит, скажем, поговорить? Как это звучит, как звучит китайский язык? Да, 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 вот, китайский. Ну, если я буду представляться, например, по-китайски, то я скажу Ни хао, ва чяо Ёксин, ва ши, ва ши, ва ши, а ши, сан суй. Это сейчас я вам сказала, например, что, здравствуйте, меня зовут Юджин, ну, Юджин, как бы, как Евгений, то есть, это не моё, это моё, как бы, китайское имя. Я учитель английского, и мне 23 года. Ну, вот это то, что я вам только что сказал на китайском. Вот, но, допустим, даже вот это предложение, что я вам только что сказал, это такое, типа, что-то в стиле примитива, ну, единственное, что у меня хорошо, допустим, с акцентами, получается, как, ну, говорить, допустим, в английском, я свободно говорю, вот, если я сейчас буду в английском говорить, Хотелось бы у вас говорить. Да, то, допустим, Юджин говорит, Hi, here we have a conference, and you're sitting in front of me, and my name is Eugene, and your name is Svetlana, and you're asking me some questions about, like, who I am, and what is my way, about my study, my career, and my future, and so on. And here are some other members, like, two guys sitting in front of me, and one girl, she also has already asked me about something. Ну, да, понятно, что я могу владеть. И поэтому, как бы, на английском я могу, в принципе, все, как бы, описать. Мой уровень владения китайским не так, как бы, хорош, как английским, но когда я уже, соответственно, работал и жил в Китае, и вынужденно, поскольку тебя окружает абсолютно другая сфера, когда ты находишься в другом мире абсолютно, и азиатский мир, он, ну, полностью отличается от наших представлений здесь, как бы, русских. И там, если, как у нас привыкли люди путешествовать куда-то за границу для отдыха, и они там видят что-то другое, как бы, как бы вам сказать, это совсем другое, нежели когда ты работаешь и живешь в другой стране. То есть со временем ты становишься, как бы, человеком, ты начинаешь себя чувствовать, твой менталитет начинает меняться в сторону того, что ты становишься человеком этой страны, в которую ты переехал. То есть чем больше времени ты там проводишь, там ты, как бы, натурализуешься, и можно вплоть превратиться условно, как бы, в китайца, если там дольше находиться. Ну, быт формирует сознание, то, которое происходит. Да, 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 да. Вот. Скажите, пожалуйста, а какие условия студентов в Китае? Как там вообще проходит обучение? Условия студентов я не знаю, потому что я там работал, как бы, не как студент в китайском вузе, потому что мой вуз был в РГСУ, российский вуз, а поехал я туда работать именно по трудоустройству. Вот. Поэтому, что касается именно студенческой, как сказать, составляющей, как туда поехать, это я не знаю, потому что я не русский студент в Китае. Это не мой, как бы, кейс, не мой случай. Вот. Но что касается быта и жизни студентов там, наших, в том числе людей из СНГ и ближнего зарубежья, я знаю, ну, много там наших ребят, все учатся тоже много в китайских университетах, получают образование. Вот. Быт их, ну, впрочем, я думаю, мало отличается от быта здесь, в России. Те же общежития, те же, как бы, ну, питание, все, в принципе, как бы все людские вещи присущи везде, во всем мире, во всех странах, так скажем. Вот. Единственное, что могут отличаться условия, они могут быть лучше, хуже, в зависимости от провинции. Ну, и в целом, конечно, экономика Китая, она очень развита. Вот. И поэтому студентам там, они там, так скажем, более, более, может быть, обеспечены какой-то поддержкой со стороны государства. Вот. Это что я могу сказать по поводу студентов. Спотако обычные абсолютно люди, ребята молодые, которые тоже хотят закончить университет и дальше пойти на работу, создать бизнес или построить какие-то планы. Вот. Так что так. Скажите, пожалуйста, Евгений, возникали ли какие-либо сложности при общении с детьми? Конечно, возникали. И дело в том, что вы должны понимать, что это не общение с детьми. Дети это как бы специфические, как бы, как сказать, люди. Дети, они только растут. И мы, конечно, как более старшие или взрослые, мы общаемся с детьми, да. Но одно дело говорить с русским ребенком, которым, ну, то есть я говорю на русском языке, и ребенок русский. И я могу ему сказать там, ой, мальчик, Сашенька, там, не делай этого или не делай то. Пожалуйста, там, сядь ровно, там, поставь ручки, там, на колени. Или там сказать тише. Или, ну, как-то им постараться руководить, да, и соблюдать тишину, там, в классе или то, что мне нужно со стороны учителя. Но поскольку там были китайские дети, а я учил на английском языке, и дети были маленького возраста, то, соответственно, они еще даже своего языка... Ну, дети, мы же все растем, и язык, человек начинает говорить только там с двух, может быть, с трех-четырех лет, в зависимости от развития. Вот. А там, ну, я работал с разными, тоже с детьми, и с более маленькими, и со взрослыми, в основном с маленькими. И зачастую, как бы, это не на уровне разговора. То есть, это не говорить с детьми, а это учить детей. Они учатся, как бы, в садиках своему языку, и параллельно, сразу же с рождения, можно сказать, им преподают английский язык, как второй. Вот. И чем я занимался, собственно, я учил их английскому языку с нуля. То есть, это алфавит, ABC, это всякие фонетика, звуки, гласные, согласные, различные игры, различные песни. В общем, это, как я сказал, это, условно, а ты для детей аниматор, и главное, ты должен их развлекать, концентрировать их внимание на себе, поскольку это, возраст у детей такой, когда они, ну, ничего не воспринимают, они ничего не слушают. И им нужно все, что им нужно, как бы, это развлечение. И с помощью этих игр мы развиваем детей, и в том числе, когда видим, что они настроены, как бы, на обучение, так скажем, то уже можно их, как бы, английский язык, в этом случае, применять, как дополнительно, чтобы он у них в голове, как бы, закреплялся, и изучение языка, это, как бы, всю жизнь, можно сказать, ну, на своем опыте, я могу сказать, что изучение языка, это всю жизнь. Я не могу сказать, что я знаю английский язык, совершенствия, или русский язык даже. Я приехал, допустим, в Москву, и здесь люди говорят на одном языке, каждый говорит на своем языке. Вот. Я вернулся в Санкт-Петербург, в Питер домой, там люди на другом языке говорят. То есть даже наш собственный язык, это, грубо говоря, разные диалекты. Парадная, борьба в паре, брикосмичная. Да, хлеб, булка, и... Батон. И Евгений, и Егор. Егор, Евгений. Ну вот. У нас в зале подняли руку, и есть вопросы с зала. Да, если у вас желание работать в других странах, или уже конкретная цель, связанная с этим. Да, желание есть. Вот. Хотелось бы поработать... Ну, ну вот, как я сказал, я работал в Китае, это азиатское направление. Оно до сих пор для меня актуально, и как бы есть предложение, но сейчас в связи с коронавирусом и ситуацией, как бы, сложнее стали переезды, миграционные процессы. Вот. И поэтому в любую страну вообще сейчас, как бы, сложно, так скажем, перебраться. И плюс нужно обладать, помимо языка, образованием, переводами документов и многими прочими бюрократическими вещами. Вот. А по поводу вашего вопроса, еще я хотел бы в Канаду. Меня интересует вот Канада как страна, вот, потому что это вторая по площади страна в мире, очень тоже развитая экономика, хорошая экология, и, так скажем, моей мечтой было бы не просто побывать в Канаде, а там пожить, именно, вот, имея опыт уже жизни за границей, пожить там и поработать и посмотреть, что это за страна, вот, потому что я в ней еще не был. Все-таки Канада, страна, мне кажется, она более заинтересована в специалистах технической направленности. Вы же не планируете там, или вы будете там предлагать навыки в направлении айтишной сферы? Вы туда вот планируя, как себя видите при трудоустройстве за рубежом в Канаде? Ну, что касается Канады, да, в Канаде такая ситуация, что, собственно, канадцы являются, собственно, носителями английского языка и французского языка, у них два официальных языка, это английский и французский, вот, поэтому, собственно, учитель английского языка в англоязычной стране из третьей страны, условно, из России, там не так востребован, как в Китае, допустим, вот, поэтому это направление, можно сказать, ну, оно не, не, не является, как бы, главным. Если бы я хотел в Канаду именно мигрировать, пытаться, то я бы это делал уже с помощью своего образования, образования, как вы ранее сказали, у меня по IT, то есть, это бакалавриат, математика, прикладная математика и информатика, а магистратура информатика и вычислительная техника, и если бы я поехал в Канаду, я хотел бы там работать уже по специальности, по IT, вот, в IT-сфере, собственно, по IT, вот, потому что Канада, у нее миграционные свои условия, они намного даже сложнее, чем, допустим, для Китая, и поэтому, как бы, я имею в виду, ну, Канада, там бальная система миграции на данный момент туда, и чтобы туда мигрировать, нужно набрать определенное количество баумов, они складываются со сдачи теста IELTS, так называемого, и плюс ваши специальности, вот, и что касается специальности, IT-специальности сейчас везде востребованы в мире, вот, поскольку интернет сейчас идет вперед, планеты всей, новые технологии, везде внедрение разных, различных устройств, программ, и всего, и мы живем в этот век развития информационных технологий, да, и поэтому при миграции, естественно, это направление, это, мое образование является моим, как бы, хорошим инструментом для миграции, потому что им это, они больше расценивают IT-специалистов, нежели некоторых других, так скажем, направлений. Подводя итоги по нашему ток-шоу, из ваших ответов я сделала следующие выводы, что для трудоустройства за рубежом важен язык, прежде всего английский и той стороны, куда ты планируешь, второе, навыки коммуникации, когда вы сказали, что при общении всегда есть человеческий фактор, и если у вас есть знания, но вы не владеете коммуникацией, соответственно, с вами не захотят работать, здесь нужно быть коммуниками. Да, да, но это везде. Ну, я подвожу итог. Значит, третьим пунктом важным для трудоустройства рассматривать миграцию с точки зрения, если Канада, бальная система, если Китай, все условия, которые, значит, именно для страны, куда вы... Да, которые требует страна, в которую вы собираетесь мигрировать для труда. Для трудоустройства за рубежом очень важно делать грамотный перевод документов ваших дипломов по требованиям той страны, куда вы планируете с трудоустроиться. Обязательно нужно взвешивать ваши возможности как специалиста что-то читать. Вы же, вот смотрите, выбираете Канаду, говорите там IT, я способен, я туда пойду по направлению IT. А вот для Китая я еще потренируюсь на коммуникация, вот на языках, на методике преподавания, общения. Ну, не совсем так, это я имею в виду, что если, в зависимости от вашей цели, если вы собираетесь работать по такому-то направлению, вы сами себя готовите по этому направлению. Если вы, как я за себя сказал, то, что я планирую в Канаду, если то по IT, то, естественно, я должен обладать IT-знаниями, и меня будут проверять конкретно на них строго, чем я владею, чтобы, ну, уже на месте, я имею в виду, при благополучных всех исходах миграции. Да, и вот с точки зрения философии, вот сегодняшнего нашего общения, я сейчас скажу мысль, я не знаю, поддержите вы меня или нет, что человек, который начинает преподавать за рубежом, он уже становится человеком планеты, и получается, что он внутри себя имеет философию, вот, я русский, потом философию, культура Китая, я себя так должен вести, философию в Канаде, я должен себя так вести, то есть человек планеты, он получается преподавать, ну, то есть выезжая, работая за рубежом в разных странах, уже внутри себя имеют вот разные такие вот философии. Да, абсолютно так, да, вот я вкратце, да, подводя итоги, тоже вот еще раз вам скажу, да, одно дело путешествовать, отдыхать в том числе, что-то узнавать, это один момент, который, и много наших людей, соотечественников, поскольку они просто путешествуют, так не думают, что я приехал в такую страну, да, я там рассмотрел все, сходил культурно там, допустим, по музеям, на природу посмотрел, ну, или что каждого по интересам, да, или просто отдохнул там, лежал на пляже, загорал на шезлонке, все включено там, неважно, вот, но когда ты едешь в страну и ты там работаешь, то это ты абсолютно так же, как ты находишься в своей стране и живешь весь быт, весь менталитет, это все тебя окружает, это все в тебя входит, язык тоже, ты должен изучать там, развиваться, чтобы как-то чего-то достигнуть, иначе будет очень сложно, из-за этого люди зачастую сдаются и возвращаются обратно, либо понимать, что это не их и идут в другое направление, в другие страны и находят свое, так что, как-то так. Выезжая за рубежки Патай, нужно быть готовым, что ты будешь спать на ценовках, но при этом читать на английском.